Я немножко вам расскажу о молекулах в космосе. Поскольку я родился в Сесновском районе, в село Селико, я с детских лет хотел посвятить жизнь естественному хозяйству, потому что это поля от края до края засеянные, рожь, пшеница, запах, гречихи. К сожалению, то, что сейчас наблюдается, это только береза. Вот, разрушено практически все. Ну, по счастью, несмотря на то, что никаких ЕГЭ не было в то время, из нашей сельской школы дети поступали и в МГУ, и в Московский Фестер, и в Баумановку. Ну, у меня был родственник, который поступил на Радиофэк в МГУ Лобачевского лет за 10 для меня. И так случилось, что я у своего отца увидел журнал «Физика в школе», где на обложке был нарисован маленький телескоп в горах. Вот, что-то такое щелкнуло. И в 10 классе я решил все-таки пойти не сельским хозяйством заниматься, а вот на Радиофэк, на кафедру радиоастрономии. Ну, о чем не жалею. Вот, вчера мы отвечали «55 лет полета Гагарину». Если бы в то время нам сказали, что в космосе встречаются молекулы, вот тогда никто бы этому не поверил, потому что жесткий ультрафиолет, космическое излучение, все молекулы должны быть разрушены, ну, по крайней мере, атомы еще могут наблюдаться. Сегодня картина очень сильно поменялась, и молекулы являются очень важным зондом, когда мы изучаем то, как рождаются звезды. Вот эта картинка с космического телескопа «Хаббл», она показывает те характерные области, где происходит рождение звезд. Обычно в них есть небольшое количество пыли, порядка 1% от массы, но этого вполне достаточно, чтобы мы не видели, как звезды рождаются внутри таких объектов. Но благодаря молекулам мы получаем всю информацию изнутри, поскольку излучение в линиях прозрачно, получаем информацию о температурах, плотностях, скоростях, сжатиях. Вот те яркие звезды, которые здесь подсвечивают эти туманности, это излучение в оптике, в линиях атомов. Вот если мы посмотрим на плоскость нашей галактики, мы увидим такие темненькие пятнышки. Они не имеют отношения к темной энергии, но это и есть те области, где происходит звездообразование. А за счет пыли мы без излучения звезд в данных областях не наблюдаем. Значит, где образуются звезды наподобие нашего Солнца? Вот это как раз и есть такие пятна с массами несколько десятков, несколько сотен масс Солнца с очень низкими температурами, порядка 10 градусов, в которых оказывается безумное количество самых разных молекул. Настоящие субмолекул, включая аминокислоты, из которых потом строится жизнь. Вот удивительно, но природа устроена таким образом, что энергетически атомам выгодно объединяться в молекулы, молекулам, которые вначале легкие выгодно объединятся во все более и более сложные молекулы, и в конце концов зарождается жизнь. И причем химический состав, он в общем-то одинаков и по разным областям нашей галактики, и в других галактиках. То есть сегодня мы видим, что химсостав, он примерно одинаков. Вот здесь я привел картинку того, сколько разных молекул обнаружено на сегодня в космосе. Есть очень стабильные молекулы. Принято говорить, что есть органические, неорганические молекулы, но это не значит, что органические молекулы это результат какой-то жизнедеятельности. Например, больше всего в космосе угарного газа, молекул СО. СО была открыта впервые в 1970 году Арно Пензиасом, который до этого получил Нобелевскую премию за открытие реликтового фона. Есть и ионы, они здесь показаны красным цветом. Есть радикалы, есть даже отрицательно заряженные молекулы. Сюда стоит еще добавить то, что у каждого атома есть изотопа, например, у углерода 12-го есть 13-й углерод, и вот это обилие молекул можно помножить, соответственно, на некое число Н. То есть вы получаете несколько сотен молекул, уже идентифицированных в космосе. В том числе есть такие молекулы, как HNC, это изомер синильной кислоты HCN. На Земле ее практически невозможно в естественных условиях обнаружить. И когда она впервые была обнаружена в космосе, никто не знал, что это за вещество такое наблюдается, в омерении HCO+, и он также впервые обнаружили в космосе, а уже потом померили в лаборатории. Есть очень длинные, вот внизу, в самом HC-1 стен, линейные молекулы, которые на Земле распадаются, потому что достаточно ударить по этой молекулы, как она разлетается на осколки. Но в областях, где рождаются звезды, где очень низкие температуры, очень низкие плотности, вот их в том числе очень много. Значит, 10 лет назад у нас была конференция в Нижнем Наугарде о спектроскопии высокого разрешения, и я туда приглашал Мишеля Гелена из Франции, и он показывал вот эту картинку. Это число молекул, которые идентифицированы по радиоастрономическим спектрам в зависимости от времени. При этом нужно сказать, что общее число линий, которые мы не знаем, кому принадлежат, их в несколько раз больше. Вот когда я показывал в институте потом эту картинку, Андрей Викторович Гапонов-Крехов, на тот момент наш директор института, он сказал, вернее, он уже перестал быть, он стал научным руководителем, сказал, что удивительно, никакого насыщения нет. Вот эта квазилинейная картина, она и на сегодня остается такой же квазилинейной. Никакого насыщения нет. То есть количество молекул в космосе безумно велико. Ну вот пример того, как выглядит типичный спектр в очень узком интервале частот. Чем выше чувствительность, тем все больше и больше лес из разных линий, разных молекул. Вот сплошняком в туманности Ориона вот наблюдается такая картина. Значит, на протяжении многих лет для нас основным источником измерений областей звезды образования, молекул в космосе был Крымский телескоп недалеко от Ялты, возле Семииза. Вот Крым снова вернулся в Россию, вы можете во время отпуска поехать, зайти туда вам с удовольствием, проведут экскурсию. Примерно 50 лет назад был построен этот инструмент 22 метра диаметром, на тот момент лучшие в мире. Вот представляете, 16 лет, или там 20 лет после того, как кончилась Вторая мировая Отечественная война, разрушенная страна запускает Гагарина, строят лучшие в мире на тот момент телескопы, приезжают нобелевские лариаты со всего мира, в том числе из Америки, к нам в Россию, в Советский Союз, для того, чтобы посмотреть на наши успехи. За оставшиеся 50 лет не было построено ни ничего сопоставимого с данным инструментом. Значит, что наблюдают, когда смотрят молекулы? Вот справа, или для вас слева, здесь показаны уровни переходов, то есть молекулы — это квантовая система, которая излучает на каких-то конкретных частотах, и благодаря эффекту Доплера, вот вы знаете, что скорая помощь, или там поезд, когда он к вам приближается, или когда он от вас удаляется, он меняет свою частоту излучения. Вот благодаря точно такому же эффекту Доплера мы можем узнавать, с какой скоростью движутся области звезды образования относительно нас, есть ли там внутреннее вращение у них. И за счет того, что у разных молекул разные дипольные моменты, вот разные молекулы являются совершенно разными зондами физических условий. Вот, например, слева — это линия молекулы ЦС, переход 7-6, то есть это высокий переход молекулы с большим дипольным моментом. Для того, чтобы эти молекулы излучали, нужна довольно высокая плотность. И вот видно, что на этой карте очень маленькая, компактная область и является источником будущего звезды образования. То есть это область высокой плотности. Эти две карты получены одновременно на одном и том же телескопе. Вот когда у вас диапазон спектральных частот широкий, можно наблюдать сразу несколько молекул. А справа, там линии молекулы угарного газа, ЦО как раз, которые наблюдались одновременно, они являются зондами кинетической температуры. Температура, вот в данном случае, несколько десятков градусов Кельвина, и она растет в направлении вспышки сверхновой, которая находится правее этого рисунка. То есть разные молекулы, это разные зонды разных физических условий. В конце концов, рождается стандартная картина, которую раньше школьникам рассказывали в учебнике по астрономии, как происходит рождение звезд. Удивительно, что на очень ранних стадиях, иногда, когда звезда внутри, ну, например, всего лишь 10% по интенсивности составляет от светимости нашего Солнца, образуются мощные выбросы, когда основное родительское вещество уносится наружу. КПД очень маленький, КПД всего порядка 1%. То есть 1% вещества родительского облака уходит в звезду, 99% снова рассеивается. Вот эти вот струи наблюдаются как из отдельных звезд, так и из центров галактики. На ранних стадиях это квазары, наблюдаются на очень далеких расстояниях, и вот это все линии излучения молекул, существование которых 50 лет назад мы даже не предполагали, и даже были крупные ученые, которые говорили, что ничего подобного в космосе быть не может. Значит, если мы наблюдаем очень яркие пятна в линиях мазеров, например, молекулы воды, они светят, как лазерная указка, которую мы все пользуемся в аудитории, очень ярко и видны не только в нашей галактике, они видны в галактиках, которые находятся на миллионах световых лет от нас. Вот. И по мере того, как наша Земля вокруг Солнца вращается, относительно более далеких объектов, относительно других галактик, вот эти мазерные пятнышки в областях звезды образования в нашей галактике, они чуть-чуть смещаются. Но это как на фоне очень далекого столба, ближе расположенное дерево будет перемещаться, когда вы идете по улице. Таким образом, можно просто чисто геометрически, методом пролакса, измерять расстояние до разных рукавов нашей галактики. Это сейчас делается. В результате наша галактика представляется вот в виде такой картины. Яркое пятно в центре. Это так называемый бар. Ну, бар имеет то же самое происхождение в английском, что и стойка в баре. Вот такая перемычка в центре нашей галактики, она и носит название бар. Есть спиральные ветви, которые вращаются. Наша Солнечная система делает полный оборот вокруг центра галактики за 250 миллионов лет, при этом совершая колебания относительно плоскости вверх-вниз. Вот, все это по эффекту доктора хорошо сейчас промерено. Но еще стоит сказать, что сложилась такая современная картина происхождения нашей Вселенной, когда был большой взрыв, вначале не было никаких звезд, потом образовались первые звезды, потом нарабатывалось вещество, рождались новые галактики. И удивительно, что мы видим молекулы в космосе на очень больших красных смещениях. Это также противоречит тем представлениям, которые были, например, лет 20 назад, когда считалось, что на галактиках с красным смещением порядка тройки или в прошлое 10 миллиардов лет назад никаких молекул еще быть не должно. Тем не менее, вот, пожалуйста, молекула угарного газа СО наблюдается в очень далекой галактике. И что удивительно, значит, мы все находимся с вами сейчас во Вселенной в окружении реликтового фона с температурой в 3 градуса. А наблюдая поглощение в линиях молекул СО на фоне очень далеких источников, мы можем также посчитать, какая температура реликтового фона была раньше. И вот, оказывается, поскольку поглощение, излучение очень далеких ядер галактики идет вот линиями СО, расположенными на разных красных смещениях, можно проследить, что температура реликтового фона, она становится все горячее и горячее по мере того, как мы удаляемся вот отсюда, от нас. Она линейно растет, и это доказывает то, что все-таки большой взрыв был. Вот по линиям поглощения молекул СО на самом деле на сегодня существует большое количество свидетельств, которые все сходятся в одну точку, но вот в данном случае линия СО подтверждает данную гипотезу. Значит, что еще удивительного могут сказать нам молекулы? Мы привыкли, то, что у нас на Земле здесь есть какие-то законы физики, а вовсе не обязательно, что законы физики такие же в других уголках Вселенной, или они такие же, например, в глубоком прошлом, может быть, какие-то константы, сила притяжения между телами менялась когда-то, или электрические силы взаимодействия менялись. Вот все это можно протестировать при помощи линий разных молекул. Еще, что самое удивительное, вот если бы в нашей Вселенной на сегодня вдруг сила тяжести мгновенно исчезла, парадоксально, но спектры молекул при этом почти не изменились бы. Те уравнения, которые описывают структуру молекул, это чисто электрические взаимодействия. Они намного-много порядков сильнее сил гравитационного притяжения между атомами, между заряженными частицами внутри молекулы. И со спектрами ничего бы не изменилось. Но если бы вы поменяли чуть-чуть отношение массы электрона к массе протона, то для разных молекул спектры изменились бы по-разному. Например, вот ММЯ, всем известная молекула, в нее есть туннелирование азота относительно плоскости трех водородов и молекула HC3N, это цианополиин, следующий после синильной кислоты, это линейная молекула. Вот их частоты изменились бы по-разному. И поэтому, когда мы видим в каких-то далеких объектах одновременно и ту, и другую молекулу, и видим, каков доплеровский сдвиг, мы можем судить о том, есть ли отличия в отношении массы электрона и протона относительно того, с чем мы имеем дело на Земле. Вот нами были сделаны на разные телескопы, в данном случае японский, немецкий 100-метровый телескоп, итальянские заявки с целью протестировать как бы наши законы физики в разных уголках нашей Вселенной. Все заявки были приняты. Мы съездили туда. Вот удивительно, насколько грандиозные иногда сооружения. Вот это вот люди забираются на чашу Бонского телескопа диаметром 100 метров. То есть представьте наш центр, вот эту вот антенну на такую высоту забраться. Вот здесь люди в чаше 100-метрового диаметра. Из удивительных открытий, которые я там сделал, это водородный, мазерный стандарт частоты, вот в данном случае в Германии, который сделан на улице Ашарская в Нижнем Новгороде. Оказалось, что радиофизики, которые работают у нас в Нижнем Новгороде на улице Ашарская, они делают лучшие в мире водородные стандарты, которые превосходят американские водородные стандарты. Когда в Австралии познакомились с нашей техникой, они выбросили все американские стандарты, и теперь в мире, я не знаю, 70, наверное, если не больше водородных мазерных стандартов, на разных обсерваториях, они все наши нижегородские стандарты летают в космосе. Вот типичный пример молекул Аммиака справа и Ашцетрен слева, с одинаковыми докторовскими сдвигами, которые позволят нам сказать, что с точностью до 9 значащих цифр после запятой, в темных облаках, где рождаются звезды, где очень низкие плотности отношений массы электронных массе протона, такое же, как у нас на Земле. Следующая молекула, интересная, это метанол. В метаноле есть вращение одной части молекул относительно другой. Поэтому переходы с разной чувствительностью, они могут наблюдаться одновременно от одной и той же молекулы. Если раньше вы наблюдали Аммиака, Ашцетрен, может быть, разные химии в источнике, если разный докторовский сдвиг, это говорит о том, что, может быть, вы просто наблюдаете разные области, то здесь вы будете наблюдать одну и ту же молекулу и получать сразу нужную вам информацию. Значит, нам удалось в нашем институте прикладной физики сделать спектрометр, который сейчас работает. Вот вчера, после обеда, мы будем заниматься измерениями частот, которые на сегодня, опять же, являются самыми точными в микроволновой области. Вот это вот наши сотрудники, которые участвовали в строительстве данного инструмента. Вверху слева Сергей Павлович Белов, он подобного рода спектрометры сделал в Германии, в США, в Голубятниках Гера, в другом городе Германии. Значит, а внизу Шкаев Александр Петрович и Андреянов, Саша, они умеют делать систему стабилизации блоки питания, которые работают во всех этих странах, в том числе и в Японии, то есть нам есть чем гомбиться. Может быть, мы не умеем делать сотовых телефонов, но вот уникальное оборудование мы способны делать. Ну, вот это несколько картинок ярких впечатлений. То есть, если вы занимаетесь такой наукой, как радиоастрономия, есть возможность путешествовать по миру на основе конкурсных заявок, платить ни за что не надо. Поэтому, ну, объясните вашим школьникам, что они могут в этом году поступить на специальность педоинститута как учитель физики, но на поздних курсах, если у них есть желание, они могут заняться научной работой в нашем институте, в частности, сменить специальность. Это не обязательно должен быть учитель физики. То есть, физика интересная наука. Ну, а вас призываю еще как-то объединяться, как химиков. Спасибо.